Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А сегодня у нас в гостях Галина Ивановна Курлыкова, председатель Люберецкой местной организации Всероссийского общества инвалидов. Здравствуйте, Галина Ивановна. Ну, честно говоря, мы понимаем, что общество существует давно, еще с советских времен, меняло название, статус и так далее. Но, честно скажу, что в последнее время, ну, как это, головное, да, особо о себе как-то не сообщает так вот в глобальной прессе. Иногда есть такое ощущение, что вроде организация существует, а может уже нет. То есть она существует, она работает. Она работает, она существует. Она существует у нас с мая 1992 года. В сентябре, поскольку летом у нас бабульки не работают, мы 28 сентября отметили свое 30-летие. Ну, вот видите, можно вас поздно. Знаете, как после дня рождения отмечается целый год. Да, 30-летие нашей организации. То есть помимо нашей организации есть организация в каждом районе Московской области, и, соответственно, наше руководство, которое вот Московская областная организация инвалидов, она как бы нас курирует, она нам помогает, естественно, направляет нас на путь. А сама Московская областная входит во Всероссийская, правильно? Да. Она входит во Всероссийскую. То есть это, в общем-то, довольно большая организация по всей стране. Очень. Очень. Она в каждом городе и, соответственно, уже объединяет Всероссийское общество инвалидов. И у нас есть первичная организация. То есть у нас 11 первичных организаций, а я уже председатель общей. Нашей Люберецкой, ну, раньше был район, теперь называют... Городской округ. Городской округ, да. Так что у вас уже статус повыше тоже стал. Повышился, да. Ну, вы видите, что у нас здесь есть уже некоторые, скажем так, продукции. Мы сейчас чуть-чуть позже о ней поговорим. Хорошо. И всё-таки глобально мы понимаем, что тема занятости людей, которых инвалидность, она всегда стояла во все времена. И, к сожалению, ну, с одной стороны, к счастью, что население растёт, но, к сожалению, количество инвалидов тоже не уменьшается. Оно примерно одно и то же, а то иногда и растёт. И мы понимаем, что это люди, которые зачастую сталкиваются с глобальными проблемами в своей жизни. Есть инвалидность так с рождения, есть инвалидность приобретён. В общем, не будем сейчас сдаваться в термины. Важно другое. Правильно я понимаю, что ваша организация дана в помощь таким людям, чтобы у них была возможность, ну, кому-то просто даже выжить, а кому-то существовать, а кому-то просто поддерживать себя в тонусе? Ну, в принципе, да. Но помимо нашей организации у нас ещё есть соцзащита. Есть активность. Ну, это само собой. Да, они нам помогают. То есть мы работаем все в честном контакте. Единая такая система получилась. Да, то есть нас поддерживают. Нас поддерживают депутаты, которые нам помогают в чём-то. Нас поддерживает, естественно, глава нашего города. У нас замечательный куратор в администрации. И все мы вместе. И я хочу сказать, что это очень здорово, и это дорогого стоит. Но у нас, понимаете, люди, которые с инвалидностью помоложе, естественно, они находят где-то работу или ещё как-то. Для них это, ну, не сказать, что стыдно, но они не хотят показать, что они с инвалидностью. Поэтому у нас в основном возрастной контингент. То есть уже бабушки. И бабушки, которые дома им, наверное, не сидится, потому что внуки и дети уже выросли, они должны быть чем-то заняты, они должны приносить какую-то пользу. И они хотят получать от этого, понимать, что они нужны в этом мире, что они не брошены. Ведь доброе слово – это же замечательно. И любая бабушка, которая пришла к нам в общество и получила вот это вот, нам какие-то подарки дают, нам какие-то билеты дают. То есть у нас бассейн, там определённое количество мест, но всё равно кто-то может это получить. Я не могу сказать, что многие получают, но всё равно все наши организации Люберецкого района нам идут навстречу. Это организация, которая, скажем так, творчески, что ли, настраивает человека на возможность ощущать не только то, что он есть, а что он нужен, что в нём нуждаются. Вот ещё такой момент. Вы как-то собираетесь, как-то подсчитываете, сколько у вас человек. Да, обязательно. Выдаётся какая-то книжка или членский билет, что это? Членский билет. Если кто-то захочет вступить, то есть он приходит к нам в общество. У нас по вторникам с 11 до часу приём. То есть они пишут заявление, приносят две фотографии. Справку, наверное, приносят, да? Справку в ТЭКовскую о том, что... И копию паспорта. Мы смотрим это всё. Ну, поскольку у меня 11 первичек, то у каждого председателя есть свой определённый участок. Мы смотрим, с какого участка он пришёл. И, соответственно, там председатель принимает. У нас заведена книга учёта. И мы там пишем, даём номер членского билета. А сколько человек примерно в месяц? Какие-то есть примерные подсчёты? Или всё по-разному происходит? Всё по-разному, потому что летом бабушки отдыхают, зимой они хотят чем-то заниматься. Ну и, соответственно, где-то осенью, весной они уже собираются все на дачу. Поэтому... Но они же не платят членские взносы? Нет, платим взносы членские. А платят всегда? Да. А за что? Я думал, что это бесплатно, а оказывается, нет, платно. Но сколько примерно человек в месяц устраивает, если можно так сказать, записывается в общество? Ну, я говорю, что это по-разному. Это зависит от работы председателя первичной организации. Все возрастные, у нас же нет детей-инвалидов. У нас только старшее покорение. У нас нет колясочников, то есть они тоже... Ага, то есть у вас ещё есть определённые... Да. Вводные данные, скажем так. Ну, есть общество колясочников, которые туда приходят. У нас вот такие вот только. Но тем не менее, общество существует, как вы сказали, с 5 мая 1992 года. Да, существует и очень хорошо существует. Мы в октябре участвовали в областном конкурсе. А ну-ка, бабушки. Ух ты, был такой когда-то в советское время, да? Да, теперь было приветствие от нас, от Люберецких бабушек. Сколько бабушек, кстати, участвовало, я имею в виду, в команде? У нас была команда из 4-х человек. То есть команда была. Нужно было испечь какое-то печенье на конкурс. Мы пекли грибочки и шарлотку с яблоками. Всем жюри понравилось. И у нас была пантомима, как из Люберец, городская и деревенская едут в Раминское на электричке. Ух ты, какие вы талантливые. Жюри было, конечно, очаровано. И нам дали кубок самым очаровательным бабушкам. А много команд участвовало? Нет, 4 команды только участвовало, потому что Юго-Восточный округ, они у нас еще поделены все на округа. И поэтому в Раменске участвовали, в Бронецке. А где проходил? Это зал какой-то или какая-то была? Да, это было в Раменском, в ДК. То есть им предоставили зал, волонтеры помогали. Ну, как бы все было организовано очень хорошо. Потом в Раменской газете уже написали. Нам глава города дал транспорт. То есть мы все ехали на транспорте. Мы привезли кубок и мы привезли грамоты. А потом дали клич о том, что вяжем носки. Все бабушки хотят участвовать в таком, как сказать, не конкурсе, но тем, что они могут хотя бы помочь. Тем более все пожилые, они же все вяжут. Умеют вязать. Умеют вязать, да. Мы связали носки одним и передали представителям пихорского текстиля, потому что Елизавета Петровна нам дала нитки. Ирина Николаевна приехала, взяла, и они отправили уже по назначению. А другие мы отдали в наш Преображенский храм. Молодцы. Да, нам той, как сказать, воинской части, которой Преображенский храм передал носочки, нам дали благодарственное письмо. Угу, ведь как хорошо. Мы так понимаем, что носки вы будете еще вязать, да? Да. Почему я вам хочу это сказать? Потому что в воскресенье мы ходили, все мои председатели, в храм Преображенский. И у нас был представитель именно этого воинского подразделения. Он был так счастлив и сказал огромное спасибо, что все председатели были настолько счастливы, сказали, вяжем еще. Так как организация имеет несколько-несколько ячеек, скажем так, да, то Московская область довольно большая. То есть если всех собрать председателей, руководителей, то это довольно обширная такая организация, сеть получается. Да, у нас была вот неделя учеба в Пушкино, то есть нас собирали всех председателей, плюс еще экскурсии. Я очень благодарна нашему вот именно областному руководству, ну, конечно же, и районному, потому что нас поддерживают везде, куда бы мы ни обращались. То есть не отмахиваются? Нет. Вот. Ну, как бы если мы идем с какой-то просьбой, то нам всегда помогают. Вот у нас была очень, не очень хорошая крыша при входе. Вот мы честно сходили к Волкову, Владимиру Михайловичу, он нас услышал, и нам за два дня сделали крышу, ему большая благодарность. Вот. Если мы проводили 30-летие, нам, соответственно, тоже депутаты помогли. У нас выступала и Чайка Александр, и Александр Матвеев. То есть, понимаете, люди понимают, и люди идут навстречу. Вот. Ну и, в принципе, вот у нас такое есть. Мы занимаемся по вторникам мастер-классом. Вот сейчас мы во второй части будем об этом говорить. Да, конечно. У нас будет вторая часть, где вы расскажете о том, как вот эта замечательная красота, это все еще и новогодний шарик такой специальный. Ну, этот новогодний шарик, если потом можно, я вам подарю в подарок. Так. Говорят, обязательно надо на елку повесить одну игрушку, чтобы сбылось желание. Хорошо. Нужно, чтобы подарить, я понимаю. Поэтому сейчас мы делаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях сегодня Галина Ивановна Курлыкова, председатель Люберецкой местной организации Всероссийского общества инвалидов. И мы теперь понимаем, что организация эта работает, существует, что огромная, да, по всей стране эта сеть существует. И даже в отдельно взятом городском округе Люберца тоже имеет место быть. Ну что, делаем небольшую паузу и возвращаемся в студию открытого диалога. Напомню, что это программа «Открытый диалог» в студии Николая Певненко. А у нас в гостях Галина Ивановна Курлыкова, председатель Люберецкой местной организации Всероссийского общества инвалидов. Итак, я в советских ещё времён помню, что много, ну или много, неправильное слово, наверное, были организации, где работали люди с какими-либо нарушениями и выпускали продукцию. Она была в зависимости от того, ну, кто что там может делать, да, несложная какая-то. И зачастую это были какие-то даже приборы, где было написано, что там произведено там-то, там-то и так далее. Вполне себе нормальная продукция. Но я так понимаю, что у вас нету как такового производства, да? То есть у вас всё-таки такой а-ля кружок по интересам. И вот захотелось, вы решили сделать вот такое. Вот расскажите, что это? Мало того, это не просто кухонный утварь, да? Это эксклюзив. Это эксклюзив. Вот расскажите, кому пришла в голову идея, что это такое? Ну, я занимаюсь этим уже давно, с 13-го года. Я ходила на курсы, потом преподавала детям немного. Ну, и волю судьбы, и когда я попала в общество инвалидов, я всего председатель только два года. Поэтому, как бы, если наши все председатели приходят, и помимо вот этой работы, естественно, хочется отдохнуть, хочется чем-то заняться. И вот мы решили делать вот такие досочки, тарелочки, ну и шарики, как бы, к Новому году. Люди заняты тогда, людям интересно. Это всё салфетки. Ходят теперь в магазин и смотрят красивые салфетки, и приносят покупаемый сами. То есть это не нарисовано, это просто наклеено и доделано, скажем так, уже вот... Да вы что? Художественное мастерство, да, творчество. А кажется, что это расписано прямо. Да. То есть и две совы тоже? Да, две совы, они сделаны немножко... Если здесь просто наклеено, то здесь она сделана в 3D. Ага. То есть когда можно потрогать, она выпуклая. Ну, а шарик, шарик, как говорят, на ёлку, чтобы сбывалось желание. А шарик это тоже как-то подклеенный, расклеенный, да? Тоже салфетка, да, наклеена, как хотите, и, пожалуйста, вешайте на ёлку. И пусть будет счастье, да? Да, пусть будет счастье. Кстати, ну вот сейчас на Новый год идёт. Что-то готовите к этому? Какая-то будет встреча, будете чай пить? Ну, должны, должны. Как это обычно проходит? Ну, мы покупаем пирожные, конфеты, ставим чай, и все садимся за круглым столом по-домашнему, да, рассказываем у кого какие проблемы, у кого что, что-то новое, кто где был. Ну, я так понимаю, что это не только одинокие бабушки к вам приходят, да? Есть люди, которые просто вот им хорошо с вами, но у них есть семья, всё, то есть они периодически... То есть это не закрытое такое общество одиноких сердец, да? Нет, нет, нет. Кто хочет, тот, пожалуйста, приходит, потому что сейчас у нас как бы помещение маленькое, и в связи с ковидом у нас ДК приняли наш хор, который вот девочки поют, и они занимаются именно в ДК, потому что у нас нет такой возможности, и мы не можем, ну, как бы вот... По всем законам, стандартам, да, 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 поэтому... Ну, договорились, то есть они поют, по крайней мере? Да, конечно, они выступают, они получают призы, они получают грамоты, вот. А вот скажите, пандемия, это же для общества, наверное, был такой удар совершенно... Ну, не очень хороший период. Вот так, да, но пережили, смогли, и всё-таки волонтёры какие-то были, которые вот помогали. Да, помогали. Уваживаешь все адреса этих людей. Естественно, у нас же и телефоны, и адреса. Люди не могли, допустим, к кому-то сходить, потому что кто-то заболел, кто-то ещё. Ну, как бы старались, и слава богу, всё это вот именно пережили, и мы работаем, и всё замечательно и хорошо. Ну, не могу не спросить про планы на будущее. Почему? Потому что всё-таки вижу, что захотели, пошли, про крышу сообщили, захотели там... Ну, то есть, отчего? Ну, попросить-то никто же как за это не накажет, правильно? Нет, ну, помогают. А дело делается. А надо же делать. А надо делать. Вот у вас какая-то бывает всеобщая, собирает вас всех какое-то высшее начальство, и как-то обсуждается это? Какие-то же у вас приходят приказы? Какие планы в дальнейшем работы общества? У нас же сейчас 21 век, поэтому цивилизация, все у нас, у всех есть электронная почта. Или чаты всякие. Чаты, у нас свой чат, вот именно на Московской областной, то есть, они нам присылают все какие-то новые документы, какие-то отчёты или ещё что-то. То есть, да, мы живём нормальной жизнью и участвуем во всём. Вот сегодня мы участвовали в Международном Дне инвалида Московской области. Они собирались, все председатели районов в городе Звенигород. Был замечательный концерт, дали небольшие подарочки. В общем-то, сухой паёк. Но на Новый год тоже будет у вас чаепитие, то есть будет какое-то такое ощущение праздника, а потом же будет столько дней выходных. Как вообще строится работа? То есть, у вас какие-то дни есть встречи, когда приходят те, кто... Ну, расписание какое-то. Вы же не работаете все семь дней подряд? Нет, мы не работаем семь дней. У нас в основном мы приём ведём вот именно по вторникам с 11 до часа. А так, как требует жизнь. Вот если нужно, то есть все приходят, все приходят на помощь, председатели помогают. Ну, живём так же, как любой рабочий человек. Мы работаем. Понятно. Вот я ещё хотел вернуться к... У нас тут в нашей студии депутаты часто бывают, да? Ну, и вообще люди, которые... И не только депутаты, кстати, а люди, которые влияют на жизнь города с точки зрения своего участия в экономическом процессе, в образовательном процессе, потому что у нас здесь студентов тоже хватает. Вот есть у вас контакт с государственными этими службами, с бизнесменами? Есть помощь какая-то? Какая-то приходит? То есть идут ли с вами на контакт? Или только-только, когда вы попросите? Или иногда и сами могут помочь чем-то прийти и сказать? А не надо ли вам помочь, уважаемое общество? Ну, поскольку люди, которые депутаты, как вы говорите, у вас бывает и наша администрация, у них куча своих же проблем и забот. Поэтому лучше, когда мы сами попросим. Конкретно. Конкретно. Мы определились, конкретно попросили, что нам нужно, и нам никогда еще никто ни в чем не отказывал. Замечательно все и хорошо. Я не могу сказать, что кто-то нам сказал, нет, такого не бывает. Ну, да, действительно, приходится просить. У нас очень хорошее отношение с Лидией Николаевной Антоновой. У нас хорошее отношение с Дениско, вот, с Кристининым, с Суховым. То есть как бы, ну, и со всеми остальными депутатами, потому что перечислять можно до бесконечности. Все районные депутаты всегда нам идут навстречу. Поэтому администрация, я говорю, у нас замечательный куратор, Вера Леонидовна, она всегда, ну, скажем так, она всегда нам поможет, и она всегда нам подскажет, как что сделать. Я не знаю, мне в жизни повезло, наверное, с моими председателями и с окружением. То есть вы чувствуете, что как бы, ну, нету такого, как, знаете, как вот, когда находишься в вакууме каком-то, то есть процесс работает. Вот вы сказали бабушке. У меня возникает вопрос. А дедушки-то бывают или это редкость? Ну, дедушки тоже бывают. У нас один председатель есть в Малаховке, он парень, которому 40 лет, но в жизни получилось так, что тоже стал инвалидом. Вы знаете, замечательно. Вот что ни попросишь, он всегда все сделает, ты тоже идет на помощь. Я не говорю, что вот о наших председателях бабушек. Бабушки есть бабушки, они всегда... Боевые. Боевые. Это женщины, которые всегда охраняют свой очаг, и они хотят, чтобы все было хорошо. Поэтому, да, у нас есть поменьше мужчин, но они тоже есть, ну, как-то, наверное, поскольку я сама женщина, мне проще, наверное, с женщинами. Нет, нет, я не знаю, как мы, у нас есть свой девиз. Какой? Мы всегда говорим, мы лучшие. Мои все прибавили, сказали, что мы самые лучшие. Самые лучшие, ну да, да. Поэтому мы самые лучшие. Чтобы уже не сомневаться, да. Нет, мы всегда где-то участвуем, мы всегда что-то делаем. Мы живем вот той жизнью, потому что работать уже тяжело. Человек стал инвалидом. И найти какую-то работу полноценную нельзя. А когда он занят, он чувствует, что он нужен. Вот мы даже с этим декупажем. Мы же нужны, мы нужны. Мы поздравляем юбиляров. Сейчас у нас такое решение, мы хотим принять направление о том, что вот эти вот, как бы, работы или что, ну, человеку подарить. Понимаете, подарить деньги – это нет. Всегда считался подарок, который сделан своими руками. И почему той же бабушке не подарить или дедушке на юбилей досочку? Ну, да, конечно. Это память. Оно, во-первых, и повесить можно красиво. И она такая жизнеутверждающая. Две совы – это такая двойная мудрость. Самая мудрая сова. Не просто мудрая, а самая мудрая сова. Но мы потихоньку движемся к завершению. И мы прекрасно понимаем, что речь всё равно у нас идёт на таком пограничном моменте, потому что, как я уже говорил, есть люди, которые рождаются с определённой инвалидностью, вся жизнь их выстраивается, исходя из этого. Есть люди, которых инвалидность посещают на разных этапах жизни. То есть, как говорится о таких случаях, никто из нас ничего застрахован. Чего вам сегодня не хватает? Вот обществу чего хотела? Ну, понятно, что всегда хочется, чтобы было, может быть, побольше финансирования. Это понятно. А чего ещё? Ну, я тогда сказала, что мне везёт всегда на хороших людей. Поэтому у нас в обществе все замечательные люди. И сказать, чего нам не хватает... Вы знаете, мы принимаем любую помощь. Вот если нам кто-то позвонил и спросил, надо, мы говорим, надо. Потому что всё равно найдётся тот человек, кому это необходимо. Поэтому, если кто-то хочет помочь, пожалуйста, помогайте. Мы всегда рады тому, что нам помогли. И мы всегда рады всех видеть у нас в гостях. Мы всегда напоим чаем, кофе. Ну и поговорим, наверное, чуть-чуть по душам. И всем будет хорошо и приятно. Ну, я думаю, что это очень правильный такой подход, потому что он, как говорят сейчас молодёжь, ненапряжный. Да. Почему? Потому что люди по-разному воспринимают. Да. Кто-то раз захотелось и помог. Кто-то дольше идёт к этому, да, разными путями. Кто-то, может быть, и пройдёт так, и мимо всё. Да, от каждого человека это зависит. Но в любом случае мне понравилось, что у нас сегодня программа прошла не в таком, знаете, благотворительном как бы варианте, а в человеческом, когда мы понимаем, что... И главный месседж, который был в самом начале, что человеку хочется, чтобы он чувствовал, что он есть для чего-то. Да. Что он... Что от него вот эта сова от него зависит. А эту сову потом увидят здесь вот у нас в программе. Это самое важное, что, мне кажется, должно быть. Потому что, когда человек остаётся один, даже здоровый абсолютно человек может сойти с ума. А что уж говорить о человеке, у которого беда такая. Поэтому, Галина Анна, всем вашим, как говорите, бабушкам, самым лучшим и дедушкам... Да. Ну, это условное у нас такое название, да, вы передавайте большой привет. Спасибо вам огромное. Поздравления с наступающим Новым годом. Спасибо. Вот. Спасибо вам за то, что вы пришли. Продолжайте придумывать всевозможные вот такие любопытные изделия, да, которые действительно могут в хороший подарок превратиться. Ну, а в студии у нас была Галина Ивановна Курлыкова, председатель Люберецкой местной организации Всероссийского общества инвалидов. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова